МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павел Астафин попросил журналистов не называть его омбудсменом или даже омбудсманом. Словом юрист, такой статус связан с парламентом. А он там замечен не был и добавил, к счастью, а может, и к сожалению. Свою должность он обозначил как детский правозащитник. Сегодня в выпуске интервью с Тюменским уполномоченным по правам ребенка, но совсем на другие темы. Меня зовут Дмитрий Чашков, это ТСН ТОГИ. Здравствуйте, нам есть чем с вами поговорить. Информация к размещению. Итоги 2015 года. В правительстве области провели традиционное для декабря совещание. Мал пассажир, да дорог. Ребенка-аутист выгнали из такси. Я думаю, что в гражданско-правовых отношениях здесь не взыскать будет какой-то вред. В интернете разгорелся очередной скандал. О том и печь. Тепловики не смогли договориться о дальнейшем развитии отрасли в региональной столице. Дело техники. Тобольские коммунальные службы не справляются со снегом. Количество проходов и очистки в 50 раз меньше. То есть фактически бюджет остался на том же уровне. А средства на уборку закончились еще в октябре. Итоги. Кажется, до конца месяца мы их будем подводить много и часто. Сегодня повод дали в правительстве области. За 2015 индекс промышленного производства составил 112%. Индекс добычи полезных ископаемых – те же 112%. План газификации вообще перевыполнили еще летом. Причем потратили на это только треть запланированных средств. Тут помогло частное государственное партнерство. Вообще с бизнесом все по-прежнему неплохо. Объем инвестиций составил 242 миллиарда рублей. Конечно же, инвесторы аккуратничают. Инвесторы серьезно думают. В каких проектах им двигаться, в каких им не двигаться. Но, тем не менее, мы активно в этом направлении идем. Есть ряд проектов, которые сегодня подтверждены инвесторами. Мы максимально их поддерживаем и создаем все условия, чтобы эти проекты реально реализовались на территории нашего субъекта. Поговорили и о социальной сфере. В области выросла средняя заработная плата. Теперь это почти 36 тысяч рублей. Правда, уровень безработицы тоже немного подрос. Тем временем на рекорд идет и строительный рынок Тюменской области. К концу года ввод жилья может приблизиться к 2 миллионам квадратных метров. При плане в полтора. Только за 11 месяцев этого года заостройщики уже сдали 1 миллион 863 тысячи. 60% приходится на многоэтажки. В регионе по темпам ввода в эксплуатацию домов лидирует Тюмень. Именно здесь работает большинство строительных компаний. На втором месте Тюменский район. Бронза у Тобольска. Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. С января по ноябрь в этом секторе введено 752 тысячи квадратных метров. То есть примерно по полквадрата на одного жителя региона. В лидерах по вводу ИЖС Тюменский район. На втором месте областная столица. На третьем Нижтавдинский район. Добавлю, что несмотря на показатели, специалисты прогнозируют в ближайшие три года снижение темпов строительства. Но активно строим не только дома и не только для собственных нужд. Тюмень-Стальмост изготовил железнодорожный мост для Астаны. Сегодня отгрузили последнюю часть огромной конструкции. Творение инженеров весит больше 22 тысяч тонн. Это самый масштабный проект завода. Он станет составной частью нового железнодорожного комплекса, который строят к открытию международной выставки Экспо. Это уже не первый объект, который мы отгружаем на территории Казахстана. И мы не собираемся останавливаться на свое сотрудничество с данным соседом, скажем так. И по 2016 году тоже рассматриваем более 10 тысяч тонн металлоконструкций. И планируем, что мы все-таки победим в конкурентной борьбе и будем их поставлять. Новая конструкция должна прослужить больше 100 лет. Общая протяженность 4 километра. Сейчас строители трудятся над его возведением круглосуточно. Новый тест собеседования для мигрантов, претендующих на гражданство, сегодня провели в Тюмени. Пока только в пробном режиме. Наш регион стал пилотной площадкой для внедрения этой программы. Она проще, но рассчитана на тех, у кого есть родственники в России, кто свободно владеет русским языком. Последнее предстоит доказать устно. Из Москвы для этого специально приехали сотрудники РДН. Они совместно с Тюменским госуниверситетом разрабатывали перечень вопросов. Экзамен, он процедурный, технологически проще. Но это не значит, что сама проверка стала не такой серьезной. Тест будет состоять из трех частей. Это беседа на социально-культурную тему. Это решение каких-то задач нашего повседневного общения. Мне кажется, лучше в устном. Потому что в устном можно то, что вы не поняли, либо рассказать, объяснить. Потому что в письменном, возможно, какие-то будут нюансы, которые ты не сможешь описать. Если тест собеседования внедрят, то это освободит мигрантов от трехчасового написания тестирования. Останется только собеседование в УФМС. К нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Добрый вечер. Ну вот, наверное, все-таки есть какие-то отдельные случаи, исключения. Да, безусловно, особый порядок предоставления российского гражданства. Ну а как ты себе представляешь, к примеру, Леонардо Ди Каприо, который недавно заявил о своем желании стать россиянином, вот на собеседовании в УФМС или на написании трехчасового теста? На самом деле, я, наверное, себе никак не представляю вообще о Леонардо Ди Каприо УФМС, зато сотрудницы УФМС наверняка уже давно в ярких картинках представили этот трехчасовой тест собеседования. Забавно, забавно. Но предлагаю продолжить серьезными новостями. У меня обзор СМИ. Хорошо, не буду сопротивляться. Обвиняемые в угоне самолета с аэродрома Ишинского ДСА вскоре предстанут перед судом. Им предъявлено окончательное обвинение и теперь грозит от 8 до 15 лет, сообщает РБК. Будущие подсудимые с обвинениями в свой адрес не согласны и, напротив, считают себя пострадавшими. Как рассказал издание Илья Кудряшов, он честно пытался купить самолет, но в итоге остался и без денег, и без Як-52. Подробности этого нашумевшего дела и роль в нем ДСАВ, все это напомню на РБК. Детско-юношеский центр «Фортуна» признан самым, если так можно сказать, качественным учреждением своего профиля в Тюмени. Исследование организовал общественный совет при областном департаменте по спорту и молодежной политике. Эксперты оценивали несколько показателей – комфортность, доступность, информационную открытость и мнение клиентов. В итоговом рейтинге 10 позиций, но про «Фортуну» я уже сказала. Далее следует центр «Авангард» и спортшкола «Прибой». Полный список публикует в частности «Комсомолка», но антирейтинга, к сожалению, нет, а на него тоже было бы интересно посмотреть. Вы случайно не хотите купить квартиру в Тюмени за 85 миллионов рублей? Если предложение заинтересовало, читайте «Сегодня 72.ру». Коллеги уверяют, что это самая дорогая квартира на продажу в городе. Калининский округ, 270 квадратов, евродизайн, финская сауна, хамам, гидромассажный бассейн с подсветкой и большой аквариум с экзотическими рыбками. Но вот самый дорогой дом продают в Тюмени за 100 миллионов. Четыре этажа, лифты, мраморная ванна в детской. Ну, а расположен этот дом на улице Веселой. Вот такая веселая новость. Ну, видимо, тут по классике жанра, вообще за 100 миллионов должны быть какие-нибудь золотые унитазы, стразы Сваровский, Блёс. Ты не поверишь. Да, унитаз и раковина декорированы натуральным золотом, так и написано. Мой любимый цуменский ампир. Надо, кстати, туда экскурсии устроить. Ну, так, чтобы просто посмотреть. Можно и денег немножко заработать. Тебе большое спасибо. Выходные. С чем тебя я поздравляю? Я продолжу. А вот следующая история получила широкое обсуждение как раз в интернете. И мнения диаметрально расходятся. Одна из известных у нас в городе общественниц выложила в социальной сети сообщение, что ее ребенка, пятилетнего мальчика-аутиста, вместе с няней выгнал из машины таксист. Водителю, со слов матери, не понравилось поведение пассажиров, и он не поскупился на самые хлесткие выражения. Однако диспетчерская служба виновными ни себя, ни своего сотрудника не признает. Анна Княжева попыталась разобраться в очередном скандале. Пятилетний Даня невербальный аутист. Он общается с окружающим миром при помощи звуков. Именно это и смутило таксиста, считает мама мальчика. Няня попросила, чтобы водитель помог пристегнуть ребенка. А водитель понял, что сын не совсем обычный, потому что ребенок не разговаривает. Он попросил освободить такси в такой хамской мере. Гульнара Прадедова известна в Тюмени общественной деятель. Она помогает родителям детей-аутистов приспособиться к окружающему миру. Отмечает, с подобным отношением особые дети сталкиваются регулярно. Я думаю, что в гражданско-правовых отношениях здесь не взыскать будет какой-то вред, в связи с тем, что услуга не оказана, услуга не оплачена. Потому что отказались люди от того, чтобы ехать, потому что водитель так себя некорректно повел. Тем не менее, мама ребенка обратилась с жалобой в службу такси «Максим», где была заказана машина. Поведение водителя прокомментировали в подразделении компании, которая находится в Кургане. Действительно, у нас девочка такая была проблемная. Но водитель приехал. В машине имелось кресло детское. Клиентка усадила ребенка, но попросила все-таки его не пристегивать. Так, как объяснила тем, что он особенный. Правила дорожного движения, тем не менее, и штрафы за нарушение действуют для всех. Без исключения водитель отказался везти непристегнутого ребенка. Это в корне противоречит словам няни. И, кстати, семье ребенка все-таки принесли устные извинения. Однако наказывать таксиста диспетчерская служба не будет. Он не является штатным сотрудником компании. Такие ситуации очень редко бывают. То есть сказать, что это норма среди таксистов нельзя. Особенно, если говорить о профессионалах, которые долго работали, которые имеют лицензии. Была ли лицензия у водителя, который высадил ребенка-аутиста, неизвестно. А родители мальчика вынуждены часто пользоваться услугами такси. И теперь ищут более надежного перевозчика. Анна Княжева, Евгений Проскурюков, Тюменское время. В последнее время Тюменская область все чаще попадает в федеральные СМИ с историями, связанными как раз с детьми. 28 ноября в одном из гаражей Тобольска были обнаружены тела пятерых подростков, погибших от угарного газа. Через неделю трагедия в Югре. Восемь старшеклассников задохнулись и сгорели на даче. В среду пожар в Багандинском. Жертвами стали две девочки. Двух и семи лет. Кто виноват и кто ответит за это, спросим у полномоченного по правам ребенка Андрея Степанова. Андрей Эдуарович, здравствуйте. В непростое время, особенно последние недели для Тюменской области, все какие-то конфликты с детьми. Есть вообще понимание, как это решать, о чем думать, куда двигаться? Даже поверхностный анализ говорит о том, что за каждой трагедией стоят взрослые. То, что против будут возбуждены и уже возбуждены уголовные дела, мало кого утешает. Единственное здесь только то, что, может быть, это будет еще одним предостережением тем, кто относится к безопасности собственных детей, но недостаточно ответственно. Безусловно, мы сегодня сталкиваемся с, может быть, беспрецедентным отсутствием контроля со стороны родителей, со стороны старших. Когда наличие телефона создает ощущение контроля, которого на самом деле, конечно, нет. Но ведь совершенно разные случаи, да, я так понимаю, что Тобольск – это взрослые подростки уже, которые самостоятельные, там по 15 лет. Если говорить о багандинке, то там совсем маленькие дети. Девочки маленькие. Но здесь и причины разные, потому что один случай – это вот некое уединение детей. Ну, так случилось, что в гараже. Конечно, потрясает, что четыре семьи, потому что два мальчика-близнецы были, да, четыре семьи оставили абсолютно без контроля детей, в том числе. Одиннадцатилетнюю девочку, самую младшую, ночью. А багандинская история, она еще более проста, еще более страшна. Это пожарная безопасность. Это, получается, системная ошибка. МЧС не досмотрели, ПДН не дошли, участковый забыл. Если бы это было в первый раз в жизни, мы бы сказали, ну да, возможно, сейчас что-то случится и все изменится. Но ведь это время от времени происходит. И время от времени, ну, в Ярково погибли дети, в Аганзинке погибли дети. У всех очень четко регламентированная полномочия, да. Вот мой забор с полномочиями, вот мой. И, а дети, вот они ходят между, да, по сути, и остаются бесконтрольными. Кого-то может это греть, что я-то свои полномочия выполняю, какие ко мне могут быть претензии. Но задача-то в том, чтобы вот не было ни этих серых зон, никаких лазеек для того, чтобы мы могли свалить это на кого-то другого. То, что нужно делать, и то, что нельзя останавливаться и стучать в колокола, в рельсы, там, в набат, куда угодно, да, и обращаться к людям, ну, считаю, что это вот сегодня тот путь, который надо использовать. Найти кого-то одного виноватого, это совершенно ложный путь. Школа, или родители, или еще кто-то, да. Ну, так проще. И это просто успокоенность до следующего случая. А вы совершенно правы, это системная сегодня причина этих случаев. Это и уровень законодательный, я полагаю, и уровень гражданского общества, и уровень исполнительской дисциплины совершенно конкретных людей, которым сегодня гораздо иногда проще написать отчет. Ясно. Большое спасибо. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на сайте humantime.ru, а также на ютубе и в группах «Тюменское время», в соцсетях, в фейсбуке, вконтакте. Впереди новости из районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. А спонсор программы – группа компании «Энка», застройщик крупных жилых комплексов. Загородный квартал «Шоколад» всего в 10 минутах от Тюмени. Без шума и суеты, но с городским комфортом. 34 52 56 09 09 В Заводоковском округе уже началась подготовка к посевной. На нее потратят свыше 30 миллионов рублей. Так, в агрофирме «Подунская» в работе 43 машины. Больше половины уже подготовлены к весеннеполевым работам. Большинство хозяйств завершат ремонт до конца декабря. Узаконить вылов рыбы, организовать стабильный и легальный доход. Развитие рыбохозяйственной отрасли обсудили в Ярковском районе. Пригласили также бизнесменов из Сладково. Одно из предложений – создание специальных кооперативов в поселениях. Там рыбопереработчики будут закупать сырье. Для этого готовы установить морозильные камеры. В Казанском районе в селе Ильинка установлена памятная доска Виталию Ивановичу Королеву. Военный летчик имел на своем счету 558 боевых вылетов, провел более 90 воздушных боев, сбил 21 вражеский самолет. В июне 45-го Виталий Королев был удостоен звания Героя Советского Союза. В Сорокинском районе открыли сезон зимних видов спорта. На лыжню встали более полусотни человек. Самому юному – 6 лет, самому старшему – 17. На лыжной базе будут проходить не только соревнования. Здесь жители райцентра смогут проводить выходные. Сказать прививкам «да», кажется, вскоре придется большинству жителей региона. Тем более, когда об этом просят в правительстве области. Итоги вакцины на профилактике подвели сегодня на свидании Совета по здравоохранению и образованию. Владимир Якушеву отчитались о действенности прививочной кампании. Заболеваемость гриппом, корью и гепатитом В падает. Несколько лет вообще не регистрируется дифтерия, краснуха, пулеремия и полиомиелит. Однако отказники еще есть. Поэтому главой региона и поставлена цель на следующий год – изменить отношение общественности к вакцинам. Главный вопрос во всех этих моментах – это, конечно, вопрос посвящения и обучения. Потому что в первую очередь врачебному сообществу нужно начинать с самих себя. Потому что если по этим вопросам внутри у вас есть некое непонимание, то что мы можем требовать от других. Недопонимание сегодня возникло и между участниками публичных слушаний. В администрации Тюмени можно было смело отключать отопление. Там и так было жарко. Обсуждали схему развития теплоснабжения города. Противоборствующих сторон оказалось две. Суэнка предлагает строить в городе новую третью ТЭЦ в Затюменке. А Фортум настаивает на оптимизации работы уже существующих станций. Создание на базе ТЭЦ-2 западного теплового комплекса. Стоимость проектов – порядка 20 миллиардов рублей каждый. Были и те, кто посчитал, что решить проблему можно и более простым способом. Я вам докладываю всем. При строительстве второй станции нагрузки были рассмотрены 2020 года с населением 800 тысяч. Мощности-то заперты и стоят. Вы чего трубопроводки-то не строите? Разработчиков долгосрочного проекта раскритиковали. Общим голосованием присутствующие решили отправить документ на доработку. Принципиально важно оценить последствия реализации схемы, в том числе для тарифов для населения, в том числе для мер поддержки со стороны регионального бюджета. И поэтому нам нужны технически выверенные, экологически верные решения, которые мы могли бы потом в течение 15 лет реализовать, не создав никакого социально-экономического напряжения. С трудом выдерживают критику и коммунальщики Тобольска. Только если у нас спорят о тепле, то там градус разговора сменился ровно на противоположный. Видимо, для местного городского бюджета зима и правда наступила нежданно, негадно. Осадков по сложившейся сибирской традиции выпало больше нормы. Вообще, всегда хотел посмотреть в глаза человеку, придумавшему эти нормы. Но это не главное. Главное, что деньги на уборку снега закончились еще в середине осени. Вот как теперь быть? На этот вопрос искала ответ и Ольга Куричко. За одну декаду декабря в Тобольске выпало две нормы снега. Дорожники вывели на улицы города более 50 единиц техники. Чтобы не останавливать работу общественного транспорта, в первую очередь убирали главные магистрали. Тем временем во дворах назрел коллапс. Как разрешить ситуацию, решали на думской комиссии. На содержание в зимнее время у нас предусмотрено 60 миллионов. Это на весь город. Деньги, эти 60 миллионов, их уже не увеличивают на протяжении 4 лет. Когда необходимо чистить дорогу так, как положено, и требовать качества от подрядчиков, нам дополнительные средства нужны порядка 100 миллионов. Оказалось, деньги, выделенные для уборки снега на 2015 год, окончились еще 1 октября. Администрация обратилась в правительство области о дополнительном финансировании. Впрочем, с дефицитом сверстан бюджет и следующего года. Количество проходов и очистки в 50 раз меньше. То есть, фактически, бюджет остался на том же уровне, но платить вам будут. Вы работу будете делать в 2 раза меньше. О какой же качественной зачистке вы здесь говорите? Депутаты приняли решение, чтобы сэкономить ресурсы, устроить полигон для складирования снега поближе к городу. И разрешить туда вывоз всем организациям, не только муниципальным. А подрядчиков обязали убирать улицы в ночное время. Те готовы дополнительно привлекать силы из районов. Проселим еще 35-40 человек с техникой, безусловно. Организуем уже вторую смену. В некоторых микроэонах до сих пор ни пройти, ни проехать. Чиновники и депутаты вместе с журналистами отправились в рейс. Вот это рыхлое, а вот это... Снова мне пяткой долбить, показывать, где асфальт не ходит. Вот это кто будет убирать, скажите. Ситуация усугубляется еще и тем, что в городе от 30 до 50 процентов домов, где жители не приняли решение на уборку и вывоз снега. Мы с одного дома собираем 700 рублей в месяц на уборку снега. Вот и посчитайте, что можно сделать на 700 рублей. Убирая свои территории, собственники сталкивают снег к соседям. Тротуары завалены, благо, что снегопад пока прекратился. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время. Слабое утешение, учитывая, что настоящая зима еще впереди. Ну и последнее на сегодня. В городских лесах с этого дня перешли на усиленную охрану елей. Да, время такое сложное, предновогоднее. Это вам не шутки. За незаконную вырубку штраф для простых браконьеров до 5000 рублей, а вот для юрлиц даже до 100 тысяч. Те же самые елки абсолютно легально можно купить на городских рынках или ярмарках. В Тюмени 6 точек. Цены, говорят, не поменялись. 500 рублей за метр. Ну, хоть что-то кризис не затронул. Ну, или можно дождаться нового года. Мы привозим очень мало специально, чтобы продать, чтобы не выкидывать. Остается, можем отдать. 31 числа будет, пожалуйста, бесплатная раздача елочек. Не знаю, как вы, я дождусь 31 декабря. У меня к этому часу на этой неделе все новости. В понедельник на том же канале, в то же время программа ТСН «Итоги». Уверен, моим коллегам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин